В области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью. Если за весь прошлый год зарегистрированы в целом 477 случаев, то с начала года, то есть за месяц с небольшим, уже имеют место 205 новых случаев. Такими данными поделились сегодня специалисты на брифинге. Корь гуляет по всем районам области, кроме отдаленных Боке-Урдинского и Женебекского. По возрастному составу самое большое число заболевших среди детей от года до 4 лет. Это 80 фактов. Из числа заболевших почти 90% не были привитыми, говорит спикер. Учитывая нестабильную ситуацию, принято решение о дополнительной иммунизации. В рамках данной дополнительной массовой иммунизации у нас охвачены дети 6-10 месяцев, 2-4 года, и лица до 18 лет, которые ранее по каким-либо причинам не получили своевременную вакцинацию. На сегодняшний день в рамках дополнительной массовой иммунизации у нас в области привито порядка детей до 5 лет, порядка 33 тысяч детей. Также иммунизация у нас охвачены лица до 18 лет, ранее непривитые, и по эпидемиологическим показаниям контактные лица до 30 лет. Также неблагополучная обстановка и по ОРВИ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года случаев ОРВИ зарегистрировано на 50% больше. С 1 октября, то есть с начала холодов, выявлены 120 678 заболевших. Из них более 77 тысяч – дети. По области имеется циркуляция вируса гриппа А. Зарегистрировано 81 случаев. Из них среди детей 28 случаев до 14 лет и 23 случаев среди беременных женщин. При исследовании показалось, что на территории области циркулирует грипп типа А, H3N2. На территории области также нас беспокоит то, что начало регистрироваться такое заболевание, как коклюш. Его симптомы начинаются, как обычная простуда, но затем появляется характерный преступчатый кашель, приводящий к нарушению дыхательной функции и поражению слизистых оболочек дыхательных путей. С начала года в области зарегистрировано два случая коклюша среди детей до года, не вакцинированные. Во избежание заражения и с целью предупреждения распространения этих болезней, санэпидемиологи рекомендуют при первых же симптомах заболеваний сразу же обращаться к специалистам.